Ребята, всем привет! Приветствую всех на своем канале! Меня зовут Владимир Бучков. Сегодня честный обзор у нас автомобиля, который мы выставляем на продажу. Мы профессионально занимаемся куплей-продажей автомобилей. И сегодня, для удобства покупателей, я сделаю краткий обзор на состояние данного автомобиля. Друзья, сейчас пойдем, я вам все расскажу и покажу, как это обычно бывает. Автомобиль Honda Tormeo, 1999 года. Как оказалось, 4WD. Мы поначалу на это внимание не обратили, но сегодня, когда стали выставлять на продажу, поняли, что автомобиль этот, комплектация, у него 4WD, 2 литра. Прошу прощения, дает сильный ветер, поэтому, ну, как-то так. Вот кузов, сейчас вы видите, вот в таком состоянии, оптика у него мененная, одни фары стоят 10 тысяч, хорошие фары, резина хорошая. Состояние кузова для этих годов, прям, ну, я скажу, даже более чем впечатляющее. Вот, но этот автомобиль не всегда был таким. А какой он был, сейчас я сюда добавлю видео, и вы узнаете, как раз как он к нам попал. Ну, вот такой торней, он на ремонт приехал. У него полез лак. Капот уже, вот сейчас мы загрунтовали, все это сделали. Морда вся целая, здесь видно. Для хондоводов все понятно будет. Стаканы свои, телевизор свой. Усилитель даже, и вот эти пенопласты, то свой. Мотор двухлитровый, хорошее состояние. Здесь тоже лак. Здесь шпаклевки нигде нету. То есть, все понятно здесь. Двери вообще просто замыли под лак. То есть, видно две арки. Вот здесь были две дырочки. Арки переварили. Все, это все свое. Здесь тоже видно, да, что просто замывка. Ну, это тоже лак здесь. Где-то муж, маленькие вмятинки были. Вот, здесь тоже самое. Никаких ударов ничего не было. Машине 25 лет будет скоро уже. Ну, не 25, допустим, там, 21-22. Да, здесь все целое абсолютно. Автомобиль. История автомобиля. Приехал клиент краситься. С дефектами по кузову. Вот облез лак и две арки сгнили. У клиента денег, короче, появилась нужда в деньгах. И он решил ее нам продать здесь. Прямо в малярке. Ну, собственно, мы, конечно, не отказались. Здесь тоже никаких дефектов нету. Просто вот лак облазил, и это все грунт. Ну, потом, наверное, видео я сниму с толщиномером. И вы все видите. Никакой жести нету здесь. Вот эту машину мы выкупили. Фары у нее новые будут. Вся морда будет новая. Старые фары, они там, по-моему, пришли в негодность. Никаких ДТП не было, еще раз говорю. Вот ее родные бампера. Ничего не ломано, не паяно. Тоже вот видно. Это ее родные бампера. Просто в грунте маленько вот. Тоже лак везде. Балячка, не знаю почему-то у Хонды. Черные, синие, красные цвета. Это болячка. Передний бампер тоже ее родной. Ну вот. На днях вы уже увидите конечный результат данного автомобиля. А нам еще надо потрудиться. для того, чтобы вы увидели эту конфету. Про комплектацию много говорить не буду. Скажу позже, когда машина уже выйдет с малярки. Сами все поймете. Стекла, кстати, тоже все родные. Даже лобовое. Что для 99-го года, ну, это крайне редко. Хонды, они, в принципе, все уже отжаты. А Аккорды и Торнео, тем более. Поэтому машина вся целая. И состояние, и цена у нее, соответственно, будет соответствовать состоянию, так сказать. Появилось как там. Сейчас сказал, запутался, короче. Короче, цена будет соответствовать состоянию. Вот так вот. Все, смотрим дальше. И ждем конечный результат. Ну, друзья, все, посмотрели. Я так понимаю, сейчас после этого момента кто-то отсеется. А кому интересно, и кто остался дальше смотреть это видео, значит, ему точно интересует данный автомобиль. Прочнее, его интересует. Начнем с салона. Салон после химчиски. Весь целенький. Сидушечки. Вот здесь ничего такого, ни дырок, ничего нет. То есть салон в достаточно приличном состоянии. Видно, да? Все это показывает, чтобы у вас не было лишних вопросов. Пробег у нее 270 тысяч. Напомню еще раз, это 2 литра, 4 ВД. Но, есть одно но. Приводов и кардана у нее нет. То есть редуктор, все это есть. Вот такой вот салончик у нас, чистенький, химчистки. Все как надо. Сейчас сразу покажу подкапотку, чтобы, дабы исключить все вопросы у вас. Здесь также все целенькое. Здесь везде завод. Вот такое вот состояние. Здесь тоже завод. Крышка, вот обратите внимание. Не знаю, по-моему, даже вообще не откручивалась. Такие вещи. Ну, здесь тоже все по красоте. Пластик. Все-все-все шикарно выглядит. Вот такой момент. Единственный момент, здесь нет креплений, бампера. Вот, надо поставить. Ну, я думаю, при том, что автомобилю 25 лет будет в обед, да? Это, в принципе, нормально. Тазик у него целый. Сейчас покажу здесь все вот эти вещи. Провода есть под сабвуфер. Если есть меломаны, закрываем. Есть у нас метелка сзади, дворник. Для удобства вашего. Сейчас открою капот. Покажу. Ну, и вы, если видео смотрели по подготовке... О, где открывается? Почему вы? А, я еще не делаю сейчас. Если видео смотрели по подготовке, то вы там видели, что морда вся целая у них абсолютно. Сейчас. Ну, и как обычно, напоследок оставлю вам состояние кузова. Хотя с толщиномером мы такие машины не смотрим, но я вам все-таки покажу. Здесь все абсолютно целое. Все в родной краске. Ничего не красилось, не менялось. И так далее, и тому подобное. Вот такой капотик у нас с поклеечками. Так что чин-чином. Фары мененые стоят. Новые. Вот. По кузову. По кузову был крашеный, но по причине того, что облазит лак. Сейчас сразу покажу крышу. Крыша 106 микрон. Так, как бы он-то показывал сразу. Крыло заднее 181 микрон. 196 микрон. Дверь 170 микрон. 180 микрон. Еще одна дверь. 200 микрон. 200 микрон. Крыло 225 микрон. Капот 100 микрон. 117 микрон. Крыло 350 микрон. 270 микрон. Дверь 230 микрон. 200 микрон. Еще одна дверь. 160 микрон. 150 микрон. Крыло 220 микрон. 204 микрон. Крышка багажника, по-моему, вообще не красилась. Крышка багажника 177 микрон. Ну, вот такое состояние кузова, друзья. Для Хонды Торнео 99-го года это супер. Просто приобретение. Поэтому, как говорится, налетай, торопись. И покупай живопись. Вот такая музыка у нас вот имеется. Печка все работает. Музончик такой колхозный. Ну, в смысле, как? Не сенсорный. Вот штатный внизу есть, кого интересует. Здесь все по красоте. Так, что еще забыл сказать. Резина зимняя. Литье вроде на 15-16. Ну, не суть. Вот, сейчас я вас здесь прокачу маленько. Ну, я думаю, вряд ли это вам что-то даст. В принципе, ну, коробка, мотор, все в порядке. Так что, сейчас еще фоток сделаю несколько. Чтобы выставить на сайт продаж. Друзья, ну, вот такой вот обзор был от канала Жизнь Перекупа. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Цена данного автомобиля 325 тысяч рублей. По документам, у него 54-я ПТС, уже мененная. Последний собственник на ней ездил с 2011 года. Друзья. Друзья. До свидания. Друзья. Субтитры сделал DimaTorzok